Arturia. Эта компания большинству из нас, конечно же, знакома благодаря их синтезаторам, MIDI-периферии и так далее. Но эти музыкальные французы, помимо всего прочего, делают и аудиоинтерфейсы. Одну такую карточку серии AudioFuse мы с вами уже обозревали в прошлом, вон там. Теперь настала очередь чего-то помощнее, та же серия AudioFuse, но карта с большим количеством входов, выходов и, в общем, наворотов. Друзья, Arturia AudioFuse 8-3. На канале давай запишем, где мы с вами, я напомню, говорим о Pro Audio. Перед тем, как двигаться дальше, следует упомянуть, что весь сегодняшний ролик по звуку будет писаться с помощью мощности вот этого аудиоинтерфейса. Наш студийный C-T2 находится от меня, ну в районе 30 сантиметров от моего рта. Это конденсаторный микрофон, на него мы подаём фантомку и усиление в размере... ну тут точно я вам не скажу, но это где-то меньше четверти от общего запаса усиления максимального вот этой карты. Интерфейс у нас сегодня многоканальный, благодаря оптике мы сможем подключить до 16 каналов и писать их одновременно. Воспроизведение, если восьми аналоговых каналов штатных, которые здесь есть в корпусе, вам недостаточно, докупаем специальный приборчик вроде AD8200 от Behringer. Кстати, я на него делал обзор на своём канале, вот там сможете его найти. Так вот, докупаем такой приборчик и получаем до 16 каналов, независимых на воспроизведение одновременно. Естественно, их можно использовать и нужно использовать одновременно. Что у нас есть вообще на корпусе? Первые два канала. Сюда можно подключать инструменты, линию и микрофоны, как мы с вами сегодня и поступили. Они продублированы спереди и сзади корпуса. У каждого канала есть управление. Первые два канала обладают, естественно, инструментальным режимом. Он включается с помощью кнопочки. И у всех каналов есть функция переворачивания фазы, функция подачи фантомки и функция аттенюатора, чтобы сделать звук тише на фиксированное значение. У каждого канала есть независимое усиление, конечно же, и управление выходом. Раздельное усиление выхода мастера и выхода под наушники. Разъём под наушники, кстати, здесь также у нас дан. И некоторое управление скрытыми внутри функции. Во-первых, это режим работы. Режим работы вот этого штуки в качестве звуковой карты по USB или просто ADAT интерфейса и выбор частоты дискретизации. Опять же, если вы синхронизируетесь по BNC с другими устройствами, это довольно полезно. Как я сказал, сзади мы найдём первые два канала. И вот здесь, кстати, очень интересная фишечка с разрывом. О нём чуть-чуть попозже, но мы обязательно поговорим. Также по выходам 8 аналоговых выходов и два выхода специально для подключения мониторов. Они с немного измененными параметрами преобразователя. Спойлер, они там более высокие, чем на других выходах. Ну незначительно, но всё же. BNC для синхронизации нескольких устройств, как я уже сказал. Разъёмчик USB и оптика. Заметьте, по два разъёма на вход и на выход для работы с высокими частотами дискретизации. Вернёмся к предусилителям, которые мы сможем найти в этой карте. Это собственная наработка фирмы Arturia, предусилители, выдающие до 72 децибел на канал и относящие гордое имя Discreet Pro. Что особенно интересно, и на самом деле я раньше этого не видел в других картах, здесь в одном Discreet Pro находятся сразу два усилителя. Один отвечает исключительно за микрофонные подключения, второй отвечает за линейные источники. Это действительно интересно, и это напоминает биом-систему в колонках. И по мнению разработчиков, такая штука позволит значительно увеличить качество получаемого вами материала на записи. Фишки, о которых всё-таки стоит рассказать поподробнее... да, друзья, возвращаемся к разрывам. Здесь на первом и втором канале есть посыл и возврат. Для каждого канала отдельный. Что это нам даёт? Вот у нас есть, допустим, какая-то железка, какой-то компрессор или эквалайзер, которые звучат очень круто, и нам просто кровь из носа нужно иметь этот звук на нашей записи. Вот здесь нам и поможет разрыв. Он как бы позволяет нам взять вот этот ваш внешний прибор и вставить его внутрь схемы карты. Нам для этого понадобится всего два провода, и собственно результат, он будет налицо. Ваш прибор будет работать вместе с начинкой вот этой звуковой карты. Казалось бы, про оптическое расширение максимального количества каналов мы уже всё с вами проговорили, но есть ещё одна очень интересная особенность. Её, кстати, можно заметить по индикатору USB ADAT. Да, Arturia подаёт 8 Pre не только как звуковую карту, но и отдельную ADAT преобразователь и усилитель для 8 каналов на запись. Ну вообще да, с другой стороны, как-то слишком уж много наворотов для обычного микрофонного преампа вы не находите. Что касается MIDI, то здесь его нет. Минус? Плюс? Не знаю. С какой-то стороны это можно объяснить тем, что, на мой взгляд, 8 всё-таки больше интерфейс, предназначенный для трекинга. То есть то читай для многоканальной записи, ну и естественно студийного сведения, потому что тут есть четыре независимых пар выходов, можно подключать несколько пар мониторов, можно подключить несколько предусилителей для наушников, чтобы артисты себя в ушах прекрасно слышали. Всё это вкупе с BNC синхронизацией даёт нам понять, что устройство такое профессиональное, которое ставится в студийный рэковый юнит. К слову, о рэках и о форм-факторе, который у нас сегодня присутствует. В комплекте идут ушки такие рыженькие, красивенькие, как и провода в оплётке, которые идут в комплекте. Но сейчас не об этом. Ушки можно использовать как по стандарту, закрепляя их с боков юнита, чтобы всё это дело поставить в шкаф, так и закрепить эти уши снизу, делая таким образом небольшую подставку, чтобы лишний раз вот эта вот вещь не юлозилась на вашем рабочем столе. Естественно, карте этого класса уже не обойтись без аппаратного микшера, через который мы можем рулить всеми основными функциями. Давайте взглянем в мой компьютер и посмотрим, а что же из себя представляет эта контрольная панель. Все управление у нас строится на этих трёх окошках. Первый отвечает за входы, причем картинка вам сразу подсвечивается. Например, подключен микрофон или подключен инструмент. Это довольно удобно. Второе окошко это, собственно, мониторный микс, который мы отсюда с вами сможем регулировать. Причем тут можно регулировать как входы, ну то есть сигналы, которые приходят к вам на аналоговые цифровые входы, так и что-то, например, возвраты из компьютера, из вашей рабочей станции. И третье окошечко это выходы. Здесь мы видим всю необходимую нам информацию по выходам. Сейчас у нас внешний прибор по оптике не подключен, поэтому эти штуки у нас не особо активные, как и оптические входы. Но всё же, на самом деле, чисто от себя, если говорить, то это одна из самых понятных, наверное, в принципе, контрольных панелей из всех, которые я видел за всю свою недолгую, но всё же карьеру. Мне кажется, это удобно. И в целом здесь с управлением разберется даже начинающий звукорежиссёр или аранжировщик. Давайте взглянем на роутинг. Выглядит он следующим образом. Всего к нам приходит... ух, как много! И аналоговые, и оптические каналы все здесь есть, и также есть loopback. Вот это, кстати, очень классная функция. Она позволит нам слышать, ну например, на записи, на трансляции то, что происходит у вас в компьютере по звуку. Это очень круто, и в некоторых случаях действительно незаменимо. То же самое у нас и по выходу. Само собой разумеется, что перед началом работы нам нужно установить все необходимые драйвера и прошивки. Всё это без проблем находится на официальном сайте Arturia, так что на этом задерживаться мы не будем. Гораздо больше нас с вами должна интересовать задержка, которую выдаёт эта карта, ведь иногда и через Guitar Rig нужно поиграть. ! Немного музыки под конец, Нет, давайте послушаем эту карточку в живой работе. Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, о имени не знаю, ай-яй-яй, откуда ж ты такая, ай-яй-яй, такая деловая. Что можно сказать в итоге? Если вы собираете себе рэк, то вот такой крепыш займёт там действительно неплохое и, я бы сказал, даже вакантное место. Здесь есть опять же ушки, которые можно крепить и так и сяк, то есть вот эту штуку можно поставить одинаково и на стол, и в рэк. Но всё-таки, если вы ищете какое-то настольное решение, то, наверное, стоит присмотреться к AudioFuse Studio, потому что коробочка такая витиевато и больше как настольная. Кстати, напишите, хотите ли вы увидеть обзор на нашем канале на AudioFuse, поставьте лайк. Чем больше будет лайков, тем быстрее этот обзор выйдет. Напишите в комментариях, как вам вот этот аудиоинтерфейс, понравился или нет. И до скорой встречи! Друзья, напоминаю, что вы были на канале Давай Запишем, где мы с вами говорим о Pro Audio. И три карты всё-таки по большей части для трехинга... трехи... 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 Как сбоку, чтобы вставить всё это тело в рэковый шкаф. Так, небольшие манипуляции с... Нет, камера пошла! Вернись! Я не готов сниматься! Я боюсь!